На льду из Кокаблинова сегодня жарко. Финальный день ежегодных соревнований по хоккею «Золотая шайба». Позади несколько отборочных этапов, радость побед и горечь поражений. И здесь, и сейчас назовут имена самых-самых. На площадке дружина «Велес» и «Форпост». Последние, к слову, уже дважды одерживали победу на этих состязаниях. Со словами «Бог любит троицу» вышли на лед и сегодня. И «Фортуна» оказалась на стороне сельпульцев. В завершающем матче в ворота соперника они закатили 10 шайб. Этого хватило, чтобы в третий раз стать чемпионами. Я очень доволен. 6 шайб всего за все игры. Это очень хорошо. Команда помогала. Я очень рад. Это третья победа уже очередная. Несколько лет подряд. Третий год вы выигрываете. В чем секрет? Заслуга тренера. И все. А вы? Ну, мы сами стараемся. Тренера не огорчать. Своё начало состязания ведут с далекого 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв на старт, друзья. «Золотая шайба зовет». Название турнира возникло не случайно. На заключительном матче Олимпиады в Инсбурге сборная Советского Союза забросила в ворота команды Канады победную шайбу, которая принесла ей золотую медаль. В честь этого шайбу назвали «Золотой». А турнир, на котором рождаются звезды российского хоккея – «Золотая шайба». Из этого турнира, именно из «Золотой шайбы» вышли великие мастера – тот же Харламов, тот же Мальцев, Третьяк. Здесь у нас Денис Куляш. Много очень ребят. Сейчас играет мальчишка из Большеречи. Десять лет назад я ему давал приз лучшего защитника. Это Семен Богачонок. Он играет в Ладье. Так что турнир для перспективных ребят. Кто хочет, тот будет заниматься. Кто хочет, тот будет играть. Сейчас соревнования проводятся по трём возрастным группам в четыре этапа. Сначала в бой вступают команды дворов и районов, затем победители выходят на более высокий уровень региональный. В свою очередь лучшие дружины регионов соревнуются в рамках первенства федеральных округов. А затем лучшие разыгрывают медали во всероссийских финалах. За становлением амбициозных хоккеистов наблюдают и их родители. Детский хоккей даже намного интереснее смотреть, как мальчишки стараются, борются. Всё равно также смотрим и взрослый хоккей. Есть у них свои кумиры. Конечно, болеем, поддерживаем, не ругаем, только поддерживаем. Уверение остальных на льду держатся те ребята, кто имеет возможность тренироваться в крытых центрах. Таких, к примеру, как Василькули или Шербакули. Остальным огорчаться не стоит. Региональное министерство спорта ведёт работу по строительству крытых площадок в каждом районе области. Сегодня мы делаем много для хоккея. У нас сделано уже много для хоккея. Поэтому мы готовы ставить сегодня коробки. За 2014 год мы поставили 6 многофункциональных коробок. Это дворовые хоккейные коробки 20 на 40. Ребятишки в них играют. На этот год у нас также запланированы ещё коробки по области. Мы смотрим, где их не хватает. Но я думаю, те ребята, которые сегодня играют и участвуют в «Долотой шайбе», это те, кто просто любит спорт и всегда в каждом районе все заливают сами, сами чистят делать. Но, конечно, наша задача как министерство – это сделать хотя бы крытые сегодня катки, которые бы были защищены от снега, такие, как у нас в Знаменском стоят, в Тевризе, которые минимальны по сумме. Поэтому об этом мы думаем и надеемся, что в нашей Омской области ещё появятся и катки, появятся дворцы. Потому что такое количество детей, которые занимаются, конечно же, нам их упускать нельзя. И вот он, торжественный момент. Из рук министра спорта Александра Фабрициуса лучшие из лучших получают награды. Так в младшей возрастной группе чемпионами стали ребята из Таврического района в средней. Омская команда «Смена» у старших – золотые медали на груди хоккеистов из Иссельпуля. «Смена» у старших – золотые медали на груди хоккеистов из Иссельпуля.